Биокультурное разнообразие Это, прежде всего, совокупность всего живого населения на определенной территории Включая человека, растения, животные и так далее И это биологическая часть этого разнообразия А культурное разнообразие, оно свойственно именно человеку И оно включает в себя, прежде всего, способы регулирования поведения человека При помощи культурных норм, культурных стереотипов О чем люди вообще в последнее время забыли И они полагают, что культура это просто некоторое развлечение Или занятие какого-то узкого круга специалистов Или же творческих деятелей и так далее На самом деле, культура это то, что сделало человека человеком Не труд создал человека, а культура И культура это способ накопления, формирования, опыта Взаимодействия между людьми и с природой В первую очередь с живой природой И поэтому вот это биокультурное разнообразие совершенно необходимо Для того, чтобы человек мог выжить в этом мире Наши центры занимаются святыми местами Мы занимаемся многими проектами «Новые святые места» Это основа, это центр ведо нашего исследования И что такое святые места? Это природные участки, на которых есть вода, трава, деревья, животные То есть это природный биологический мир Но на эти участки приходят люди И они совершают там ритуалы Они совершают там церемонии, да, с разными целями Об этом я могу рассказать отдельно Но вот это и есть биокультурное разнообразие То есть когда есть какой-то спектр биологических явлений Связанные с действиями человека Вот это называется, вот это можно назвать биокультурным разнообразием На примере наших исследований по святым местам Биокультурное разнообразие, как каждый понимает по-своему Для меня, скорее всего, это возможность сосуществования разного, иного Но в каком-то, как это сказать, в синтезисе, инкризисе, наверное То есть когда одно другому не мешает, дополняет И при этом каждый понимает ценность, самоценность И ценность сосуществования кого-то, чего-то, с кем-либо рядом Если говорить о нашей стране, то мы, наверное, как никто другой подходим под это понятие Потому что у нас и биоразнообразие, и культурное разнообразие Национальное разнообразие, этническое разнообразие И это можно подразделить на очень много-много разных пластов И по горизонтали, и по вертикали Мы как раз занимаемся сохранением, возрождением и развитием В нынешних современных условиях, в адаптации к современным реалиям Именно традиционных знаний, но в области сугубо музыкальной, культурной Хотя в целом культура включает в себя, конечно, очень много понятий Спасибо за просмотр!